Всем привет! Скролл это бесплатная активность, которую я делаю для возможного получения ретро-дропа. Только скролл. Другие бесплатные я не юзаю. Все дело в том, что в платных очень высокая комиссия и я для себя, ну то есть газ высокий, я для себя решил, что буду их делать только в выходные дни. В принципе, мне этого будет вполне достаточно и вполне удобно. Поскольку газ падает где-то в два раза относительно цены на буднях, мне это интересно. А скролл это то, что бесплатное, то, что потенциально реально может принести какие-то деньги. Поэтому почему бы и нет, это не стоит вообще ни копейки. То есть все это можно делать абсолютно бесплатно. И я покажу вам тот вариант, как делаю его именно я. Потому что никто не знает, за что конкретно раздадут дроп, поэтому я показываю конкретно свою версию. Перед этим быстренько скажу о том, что сейчас именно для нашего сообщества проходит интересный конкурс от биржи Femix. И он будет проходить вплоть до 30 апреля, где вы можете гарантированно получить призы. Ну то есть денежное вознаграждение. Поэтому советую длить буквально 5 минут и посмотреть. То есть выделено 200 долларов конкретно на наше сообщество. То есть никто по стороне принять участие здесь не может. И поэтому процент здесь выиграть очень высокий. Ну а теперь мы переходим к нашему скроллу. Поскольку я понимаю, что большинство из вас будут делать много аккаунтов, не один. И для того, чтобы все это удобно было делать, я для себя сделал такую табличку, где я собственно и написал все ссылки, которые мне понадобятся, чтобы это все дело выполнить. Я все это делал, как обычно делал скрины. И сейчас на этих скринах буду вам показывать. Один скрин может быть с одного аккаунта, другой с другого. Поэтому там какие-то циферки могут меняться. Но весь порядок действий абсолютно правильный. Итак, 80 миллионов. Это я написал для себя, чтобы просто понимать, сколько в них заинвестировали. Какие есть возможности, чтобы раздать нам часть этих денег и их основной сайт. Ну а теперь по порядку. Первое, что нас интересует, это сети. Сайт с сетями. В принципе, все можно построить на основном сайте. Но мы сразу... Мне что было проще. Я все это дело раскидал. И сейчас мы будем переходить по ссылкам. Эти ссылки я тоже оставлю в описании к видео. Первый сайт, на который мы заходим, это scroll.io. Выглядит он таким образом. Нам нужно добавить две серти. GRL.TestNet и ScrollAlphaTestNet. Первым делом надо подключить кошелек. Пользуемся метамаском. По классике никакой ерунды не изобретаем. Нажимаем любую из этих кнопок для того, чтобы подключить просто сюда метамаск. И после подключения метамаска нажимаем Add to Metamask одну сеть и Add to Metamask другую сеть. И вот, кроме основной сети эфириума, у нас появилась сеть GRL и сеть ScrollAlphaTestNet. Хорошо. Это мы сделали. Следующим делом нам нужно пройтись по кранам эфириума и взять себе тестовый эфир. Почему пройтись? Потому что в одном не работает, в другом закончились, в третьем еще чего-то. Поэтому я их оставлю несколько. Я их оставлю даже больше. Где-то, где-то сейчас покажу. Недавно я совсем делал видео. Вот лучшие краны. Его тоже можно посмотреть. Там более полный список различных кранов. Поэтому, в принципе, это видео тоже есть смысл посмотреть. Если вот эти краны, которые я вам оставлю, все по какой-то причине вам не подойдут, то посмотрите, там видео, там более расширенные варианты. Итак, что нам нужно сделать? Мы переходим на какой-то кран, пишем сюда адрес своего кошелька в RIMSTEIN'е робот и отправляем себе тестовые эфиры. Если их не будет, просто берете другие краны и все, и делать то, что надо. Следующее дело, что мы делаем, мы переходим на мост для того, чтобы свапнуть те эфиры, которые мы получили в сети Горли Тестнет в сеть Альфа. Ну, тоже Тестнет, соответственно. Вот так выглядит этот скролл бридж. У меня есть 1 сотая эфира. И я ее сейчас поменяю на скролл Альфа Тестнет. Смотрите, у меня 1 сотая. Я здесь пишу тоже 1 сотую. И система ругается, что не, не, нифига, вы не можете столько отправить, потому что еще надо как бы за газ заплатить. Поэтому эту сумму надо уменьшить, чтобы мы могли и комиссию заплатить, и покрыть это дело. Ну, я пошел другим путем. Я пошел еще на один кран и надыбал, видите, себе еще 1 сотую эфира. Итого у меня сейчас 2 сотые эфира. И отправить я могу максимум 14 тысячных, потому что остальное уйдет на оплату газа. То, что он писал, что типа уменьшите. Вот, и я эту сумму отправляю. Отправляю эфириум в скролл Альфа Тестнет. Идет процесс отправки. И смотрите, я сейчас открываю метамаск. У меня выбрала на сеть Гэрли. И вот у меня эфира уже стало меньше. То есть, у меня было 2 сотых. Теперь вот осталось все мелочи. Они уже улетели. Я переключаюсь на сеть скролл Альфа. И я вижу, что они сюда не пришли. Ну, понятно, потому что здесь пендинг, пендинг. Мы еще все находимся в режиме ожидания. В процессе проведения транзакции. Она идет в районе 5 минут. Вот здесь будет счетчик. Все это дело написано. Пришло какое-то время. Все, success. Все сработало. И вот уже, видите, на сети Альфа. На сети скролл. Скролл Альфа Тестнет. Я уже вижу свои эфирчики. Прекрасно. Идем дальше. Кстати, да. Вот это я вам тоже скрин оставил. Смотрите, какая лажа бывает. Вот на одном из аккаунтов у меня аж 0,03. А я не могу даже отправить 0,008. Он жалуется, что типа что-то не так с комиссией. Ну, тут лечится только тем, что зайти попозже. Никак иначе у меня тут ничего сделать не получилось. Ну, я просто скрины всяких там факапов и ошибок. Я тоже вам буду рассказывать, что происходит. Вы такие, а почему у тебя получилось, что у меня нет. Ну, бывает. Это все-таки тестовые сети. Поэтому это все частенько глючит. Поэтому просто не переживаем. Заходим, делаем попозже. Что у нас здесь дальше? Сваплка SyncSwap. Вот. Это та самая сваплка, о которой я говорю. Зашли сюда. Подключили MetaMask. И первое, что мы делаем. Наводим вот сюда вот курсор. И Error MyNet меняем на Scroll Alpha. Выбираем. Поменяли. И у нас здесь появилась такая, видите, интересная кнопочка. Foul Set. Мы ей воспользуемся. Но сейчас перед этим я просто визуально покажу. Я вот сюда нажму. Мы увидим, что у нас среди токенов, которые у нас есть, есть только монетка ETH. Ну, в тестовой сети, разумеется. Здесь написано, что это Scroll Alpha. Тестовая сеть. И все. То есть, в принципе, свапать нам нечего. Но что удобно. Вот этот Foul Set. Мы нажимаем на него для того, чтобы получить тестовые монеты. То есть, здесь не надо идти ни на какой кран, еще чего-то. Все прямо здесь, внутри на этой свапалке, когда мы выбрали тестовую сеть Scroll Alpha. Он говорит нам, для того, чтобы мы могли воспользоваться этой функцией, надо сделать ретвит. Нажимаем ретвит now. Нас перекидывает на Twitter. Но фактически это никак не проверяется. В принципе, хотите, можете оставить твит. Хотите, нет. Но проверки нет. И кнопка просто меняется на Claim now. Нажимаем Claim now. И сейчас должно все получиться. Но я тоже, видите, вставил скрин, когда происходила ошибка. Что он пишет? Вот он пишет Error. То есть, ошибка. Не получилось пройти. Ну, опять же, заходим попозже. Пробуем еще раз. И вы увидите такую вот галочку, что все хорошо. Транзакция завершена. Все прекрасно. Все. Request Test Tokens. То есть, мы тестовые токены свои получили. Замечательно. Если мы теперь нажмем вот, к примеру, сюда. Смотрите, у нас появляется список наших токенов. Прикольно. Тестовых. И теперь мы можем, в принципе, свапать, что хотим, на что хотим. Чем мы, собственно, и займемся. Но, кроме этого, я зайду в Pool. Навожу на Pool. И выбираю Pool. Pools. Нажимаем его. Нажимаем New Position. И выбираем, сделаем какой-то Pool. Ну, допустим, здесь по умолчанию ETH и USDC. Я выберу что-нибудь другое. Будет там Frax Test, например. Просто пофиг. Какие это тестовые, которые у нас были. Нажимаю Enter Pool. Здесь описано Pool, который нужно сделать. Который можно создать. Я нажимаю кнопку Deposit. И для этого пула надо внести определенную сумму. Для того, чтобы внести в соотношение 50 на 50, надо переключить эту плашечку Add Tokens in Balanced Proportion. Зачем мне это сделали? Не знаю, почему сразу пропорционально не делать. Следующим делом я нажал вот здесь вот Max. И он автоматически посчитал, сколько, допустим, этих тестов, столько Frax, чтобы была цена один к одному. Теперь нам нужно разрешить тест. Ну, то есть, тест, название этих тестов и токенов. И разрешить Frax. Это тоже название тестовых токенов. В любом порядке тапаем на один и на другой. И подтверждаем это дело в MetaMask. Доступ к этим самым токенам. Когда мы это сделали, у нас появляется кнопка Deposit. Мы нажимаем на нее. Тоже все это дело подтверждаем в MetaMask. И все. Transaction, Submit. У нас все получилось. Вот My Position. Это именно, вот видите, 50 на 50. Это тот пул, который мы только что с вами создали. Давайте что-нибудь с этого пула вытащим. Нажимаем Withdraw. И можно вытащить, в принципе, все. Нажал Max. Можно какую-то часть. Можно просто ползунок повисить. 25%. Пофиг. Я вот столько вот хочу вытащить. Нажимаю Permit LP Token. Подтверждаю это в MetaMask. И нажимаю Withdraw в Liquidity. Все. Я Liquidity отсюда вышел. И перешел раздел Trade. Теперь давайте что-нибудь продадим. Вот это поменяем на вот это. Пофиг. Просто делаем любой swap. Вообще без разницы. Далее. Теперь давайте получим тестовый USDC. Для этого мы переходим вот на такой вот сайт. Тоже напоминаю, ссылки все в описании под видео будут. Переходим на него. И он выглядит вот таким вот образом. О, как все потемнело. И я темный стал. Подключаем наш кошелек. Появляется кнопочка Claim. Нажимаем Claim. И мы получаем тестовые токены. После чего мы нажимаем на эту кнопочку Trade on Uniswap. И сразу видите пара. Нажимаем на нее. И мы сразу переходим в Uniswap. Здесь я оставляю свапалку Uniswap. Но отдельно она в принципе вам не надо. Потому что вы взяв эти токены. Вы и так сразу же попадаете на еще раз вот сюда. Вот где есть на нее ссылочка. И сразу у вас уже откроется нужная пара с этими USDC. Очень удобно. Он нам говорит о том, что эти токены не настоящие. Будьте осторожны. Бла-бла-бла. Мы говорим, я понимаю. Я же знаю, что это тестовая сеть. Все видите. То есть сразу scroll alpha открылась. Все прекрасно. Но нам свапать их. Вот видите 5000 USDC тестовых. Свапать особо не с чем. У нас тут есть чуть эфира. Ну как бы это не серьезно. Теперь мы сделаем более сложное действие. Ну кстати опять же да. Вот свап. Здесь пулы будут. Ну к этому вернемся. Потому что теперь мы немножко походим. Эту страницу не закрывайте. Пусть она будет. Мы к ней еще вернемся. Сейчас мы пойдем на гитхаб самого scroll. И они нам предлагают код, которым мы воспользуемся. Выглядит он таким вот образом. Так, так, так. Это я просто показываю, что можно эфирный USDC менять. Но я этого делать не буду. Вот. Это гитхаб. Вот этот код надо скопировать. Если у вас есть значок копировать, можно нажать сюда. Он скопируется. Если нет, просто тупаться. Вот так вот все это выделяете и копируете. Следующее, куда нам надо перейти, это Remix. Remix. Переходим по этой ссылке. Опять же, предварительно скопировав этот текст. Вот такая штука у вас открывается. Здесь нужно нажать, нажать, нажать. Вот сверху видите такой значок новый файл создать. Нажимаем на него. Создаем файл. Вот я его назвал scroll. Пофиг. Вы можете назвать как хотите. И вставляете сюда вот этот самый текст. Когда вы его вставили, сразу же вам напишут. Эй, осторожно, ты не сам написал текст, ты у кого-то скопировал. Это очень опасно. Мы говорим, да, мы понимаем, все нормально. Следующим делом переходим вот сюда вот. И здесь надо сделать компиляцию. Что такое компиляция? Для тех, кто не программисты, это система проверит код, что в нем нет ошибок. Нажимаем компилит скролл. И вот, вот, видите, галочка появилась. Зелененькая, значит, все хорошо. Код скомпилирован. Он правильный. То есть, скромно мне обманул, и они дали рабочий код. Для интереса, если вы какой-то любой символ-то левый напишите, он выдаст вам ошибку. Следующее, на что нужно обратить внимание, смотрите, по умолчанию открывается компилятор 0818. Возможно, это последний тот, который стабильный. Потому что есть более новый, видите, 0819. То есть, вы можете остаться на том, что есть, либо взять более новый. Я возьму более новый. Но запомните тот, который вы выбрали. Нам эта циферка еще один раз понадобится. Теперь вот здесь вот ниже нажимаем вот эту вот нижнюю кнопочку. Открывается такая вот штуковина. Что нужно сделать здесь? Верхнее, там где RMX FM Match написано. Мы нажимаем и выбираем MetaMask. Injector Provider MetaMask. Выбираем его. Подключаем наш MetaMask. И нужно перевести MetaMask в сеть AlphaScrollTestNet. То есть, у меня сейчас сеть Goerly. И я, когда сделал компиляцию, такой, не помню, что же за ерунда произошла. Ерунда та, что у меня в MetaMask был просто, ну, выбрана не та сеть. Поэтому переключаетесь на сеть AlphaScrollTestNet. Итак, и кроме этого, вы меняете вот здесь. Вот один giveaway ставите. Здесь, напротив deploy, вставите цифру. Какая у нас тут цифра? 16, 96, 11, 84, 0, 0. Она, опять же, у меня вот здесь вот прописана. Я тоже это все дело оставлю под описанием, чтобы все было очень удобно, легко и в одном месте. Да, звучало не очень. Нажимаем кнопочку deploy. Подтверждаем все дело это в MetaMask. Видим зеленую галочку, что у нас все получилось. И вот, смотри, deployed contracts. То есть, вот он. Все работает. Что это за лог? Это просто контракт лог. То есть, такое название дали сами разработчики. Окей. Нам ничего в MetaMask добавлять не надо. Нам надо просто здесь верифицировать этот самый контракт. Для этого в MetaMask переходим в раздел активность. Выбираем последнюю активность, которую вот это мы сделали. Развернули контракт. Нажимаем на нее. Сверху есть такой пункт смотреть в проводнике блоков. Нажимаем на него. И здесь выбираем, видите, раздел to. Куда? Контракты. Вот тут наш контракт, адрес. Нажимаем на него. Открывается такая вот страница. Здесь мы жмем на раздел код. Она автоматически вверх нас подкинет. И вот здесь будет кнопочка verify publish. Вот ее мы нажимаем. Попадаем на такую страницу, куда тут ничего не меняем. Нажимаем просто next. Так, листану немножко ниже, чтобы вы целиком все увидели. Смотрите, то, что я говорил. Там, где компилятор, написано latest. То есть, последняя версия. Мы latest меняем на ту версию, которую мы фактически использовали. 0.8.19. То есть, если вы оставили там 0.8.18, тут вам тоже нужно было выбрать 0.8.18. Я выбрал ту, которую я выбрал там. Теперь, смотрите, вот здесь подставляется тот же код, который мы взяли у них с гитхаба. И делали деплой контракта. Вот этот код, вы его сюда вставляете, если вот по какой-то причине нет. Здесь все повторяете за мной. Вот как здесь написано, то же самое вы вот так же все и делаете. И нажимаете verify publish. После этого определенное время там покрутится, подумает, и у вас будет код уже с галочкой. То есть, ты знаешь, что он верифицирован. Прекрасно. С этим мы справились. Далее. Мы переходим на сайт openzeppelin. Это как letzeppelin, только openzeppelin. Ссылка на него традиционно вот она здесь. Переходим по ней. Открывается вот эта страничка. Здесь нужно создать наш искусственный токен. Это система, которая упрощает его создание. То есть, такой некий конструктор. Мы тут ставим галочки, пишем определенные, то что нас интересует. И он создает код, который мы опять же вставим в ремикс. Значит, name mytoken, symbol mtk. Ну, типа mytoken. На самом деле, вот это можете менять как угодно. Вообще, что хотите, можете написать. Можете в BTC написать, что это биткоин. Ну, вообще пофиг. Что захотите. Я менять ничего не буду. Значит, сколько приминт какой будет. Выбирайте любую сумму. Ну, я писал 21 миллион, типа биткоин. Ну, вообще любую. Я одну писал, другую. Ну, без разницы. И ставите галочку mintable. После этого выделяете и копируете этот код. Возвращаетесь обратно в ремикс. Здесь вот выбираете вот сверху. В общем, вот это поле для создания нового файла. И жмете вот сюда вот новый файл создать. Называете его опять как хотите. Я назвал его mtk, чтобы было понятно. Вставил этот код. Опять же, переходим вот сюда вот. Здесь производим компиляцию. Видим, что галочка. Все сработало. Переходим на диплой. На нижнюю вот эту вот штуковину. Здесь также подключаем метамаск. Тут не меняем ничего. Просто нажимаем кнопочку диплой. И подтверждаем это дело в метамаске. Смотрите, у меня как-то была ошибка, что это стоило. Газ стоил там 0,2 эфира. Вообще непонятно, откуда эти цифры взялись. А просто в соседнем аккаунте все идеально. Непонятно, что это дело. Я пробовал редактировать газ, но просто выдавал ошибку и все. Ну, так-то так. Так, знаете, что такое тоже бывает. В общем, подтверждаем это дело. И вот мы видим еще один диплойт контракт. То есть, был только лог, а теперь появился этот самый MyToken. Прекрасно. Его надо скопировать. Нажимаю вот сюда значок копирование. И идем теперь обратно на Uniswap. Я говорил, что нам еще понадобится. Смотрите, снизу здесь уже выбран USDC. Те, что мы взяли бесплатные. Там, где эфиры. Мы нажимаем. Здесь, где в поиске пишем. Вводим, точнее не вводим. Просто вставляем адрес смарт-контракта. Сейчас я покажу. Это вот здесь, который мы скопировали. Мы его просто сюда вставляем. И вот он подтягивает этот самый MyToken. Если вы его назвали иначе, он будет вас называться иначе. Выбираю его. Он опять жалуется, что это не настоящая какая-то поделка. Да, я все понимаю. Все хорошо. И окей, мы можем все это дело свапать. Прикольно. И я хочу, допустим, свапнуть 1000 MTK на USDC. Я пишу, что 1000 MTK. А свапнуть не могу, потому что недостаточная ликвидность. Потому что этой ликвидности на этой бирже не существует. Мы этот токен создали. Для этого мы переходим в Pool. И сейчас мы здесь создадим Pool. Как мы это делали на прошлой бирже. Нажимаем новая позиция. Выберите пару. Ну вот один, другой выбрал MTK и USDC. Все равно комиссия 0,3%. Здесь я пишу единичку. Минимальная и максимальная цена. Тоже что-нибудь накатали. И вот здесь надо суммы пополнения выбрать какую-то. Я вот выбрал. Написал 2000 USDC. И автоматически он посчитал каким-то образом MTK. То есть такое соотношение. Теперь так же, как и на прошлой свапалке. Чтобы создать Pool, нам надо опровнить, одобрить MTK. Одобрить доступ к USDC. И потом мы сможем уже создать Pool. Нажимаем их в любом порядке. И дальше предварительный просмотр. Здесь да, время добавить. Все хорошо. Все произошло за 9 секунд. Закрыть. И вот наш Pool. Да, видите, как классный перевод. Pool, бассейн. Но это же не swimming pool. Ну ладно, пофиг. Пусть будет так. Вот мы его сделали. Теперь после этого мы уже можем сделать свап. Переходим в обмен. Кстати, и этот USDC, и этот MTK, его можно также добавить в Metamask. Но в принципе, нафиг он там нам нужен. Он там фактически есть. И его видит обменник. И этого нам достаточно. Значит, опять выбираем MTK на USDC. И смотрите, вот теперь мы уже можем свапать. Потому что мы сами создали эту ликвидность. Разрешаем доступ к этому MTK. И делаем обмен. Он говорит, что, ну типа, ликвидность недостаточно. Может обмен быть не очень. Ну, нам все равно. Это искусственные токены, не настоящие. Это тестовые. Делаем обмен. Свапаем все это дело. Прекрасно. Теперь я перехожу в пул. И я немножко тоже вытащу из него ликвидности. Нажимаю на него. И здесь есть кнопочка, выдал эту ликвидность. То есть, забрать ликвидность. Нажимаем на нее. То же самое, любую цифру. Допустим, 25%. Так же, как мы делали на прошлой свапалке. То есть, все приблизительно одинаково. Вообще, все эти тестнеты, они реально очень похожи. То есть, вы провели через мост. Сделали свап. Создали пул ликвидности. Забрали сейчас ликвидность. В принципе, везде одно и то же. Хорошо. Нажимаем извлечь. Соглашаемся. Все. Успех. Все у нас получилось закрыть. И последний пункт. Мы обратно вернулись на мост. Тот самый мост, с которого все начиналось. Где он тут у нас? Вот он мост. Скролл альфа. И вот теперь с моста можно обратно вывезти, если у вас есть что выводить. У меня выводить пока что особо нечего. Через время, опять же, можно все эти процедуры повторить. Через неделю, через месяц, когда хотите. Следующее, что еще можно сделать. Смотрите, страница с их дискордом. Значит, если у вас дискорд создан после 1 октября 2022 года, то вы сюда вступить не сможете. То есть, в принципе, просто забили и все. Ну, я надеюсь, что ничего страшного с этим не будет. Ну, а будет, ну, есть как есть. Поэтому, в принципе, нет у вас дискорда. Пропускаем это дело. Если есть, вы его сюда подключили. Все хорошо. Есть доступ. Нажимаете попасть на сервер. Попадаете. Нажимаете кнопочку верификации. Еще раз верификация. Да, переходим по ссылке. Пишем логин. Опять авторизироваться. All good. То есть, все. Мы тут верифицированы. Вот в дискорд я тоже зашел. И еще интересная штука такая. Это вот транзакции посмотреть. Тоже я это оставляю, чтобы вы могли просто зайти и посмотреть, сколько вы фактически сделали транзакций. Как это сделано? Вы перешли по этой ссылке, скопировали в метамаске адрес своего кошелька, вставили сюда, нажали Enter. И вот вам информация о вашем контракте. Точнее, о вашем адресе. Вот 16 транзакций конкретно я сделал. Если полистать здесь, можно увидеть, когда именно эти транзакции сделаны. Чтобы вы посмотрели, когда это как было. Ну так, значит, как это вообще делать? Нужно там что-то соблюдать. Ну там типа каждую неделю там не делать много, чтобы не поняли, что вы там мультиаккаунты делаете. Да пофиг. Ну реально пофиг. Во-первых, делает одновременно много людей, поэтому вас попылить очень тяжело. А во-вторых, давайте просто включим вообще голову. Ну типа, допустим, я не дропхантер, я за дропом не охочусь. Я просто вот хочу сделать хорошо проекту и я делаю вот эти действия. Ну окей, так им че не пофиг, сколько я их делаю там с одного, с десяти аккаунтов. И вот этот разговор типа, чтобы это выглядело, будто бы вы реально им там пользуетесь. Ну как эти можно пользоваться, когда это абсолютно бесполезная фигня, понимаете? Поэтому в принципе, ну минимум один аккаунт сделали, хорошо, хотите 10, но сделайте 10, но время от времени заходите и повторяйте эти процедуры. Ну то есть эти действия. Что еще вам рассказать? Еще расскажу для тех, кто не в курсе, что моя цель сделать за 2 года 100 тысяч долларов на криптовалюте. Если интересно, как я это сделаю, подписывайтесь на канал. Ну и теперь лайк поставьте, потому что, ну я реально старался. Я думаю, довольно интересно получилось. Если будут какие-то обновления, видео снимать не буду, потому что долго и скучно. Все будет в Телеграме, поэтому на Телеграм тоже подписывайтесь. Все ссылки в описании. Все, всем спасибо, лайк поставили. Я вам был за это благодарен. Увидимся в следующем видео. Всем добра, всем профита. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!